Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и сегодня мы с вами продолжаем нашу карьеру за игрока в FC24. Карьера за Луиса Агире, который думает, куда же ему перейти во втором сезоне. Мы неплохо отыграли лично для себя сезон за Салернитану, заняли строчку ниже середины, конечно, турнирной таблицы. Гранды, контракт продлить с Салернитаной мы бы не смогли, предложения у нас были о переходе, ну, с Салернитаной мы могли бы остаться, но уйти в аренду. Были интересные предложения и из чемпионата Италии, но если и был смысл куда-то переходить в Италию, то нужно было в какие-нибудь гранды, но от них предложения, к сожалению, не поступало. А вот от грандов из других чемпионатов было таких предложений два, Манчестер Юнайтед и Дортмундская Барусия. Если в Манчестер Юнайтед я просто сам, наверное, не хотел переходить, потому что прошлая у нас карьера была за англичанина Харри Уолкера, который был в системе МЮ, то за Луиса Агирой я решил построить абсолютно новую историю. И вот мы переходим в Дортмундскую Барусию. Подписание произошло, команда побыла в прошлом сезоне в финале Лиги чемпионов, уступила Мадридскому Реалу и в этом сезоне будут выстраивать новую команду, покупая новых игроков. Прощаться со старыми, как мы уже знаем, и Мац Хюмельс покинул команду и Терзич. Ну вот тренировать будет Нури Шахин, если мне не изменяет память. И вот десятый номер выбрал Луис Агире, под которым он будет как раз выступать за Дортмундскую Барусию. Команда действительно интересная, почему именно ее и выбрали, ну наверное если так вот связать этот трансфер, много хороших молодых игроков действительно топово развиваются в составе Дортмундской Барусии. Примеров в кучу, если выбираете из таких самых известных, то это можно выделить и Эрлинга Холланда, и Джуда Биллингема. Поэтому попробуем что-нибудь из себя показать и постараться перейти в новую топовую команду. Поэтому Барусии мы поможем в любом случае достичь успехов, которые они в принципе перед сезоном поставят, какие задачи. Ну а дальше попробуем и перейти в новый клуб. Так что вот такой вот у нас будет Дортмундский трамплин. Поэтому посмотрим. Многие ребята нам известны в этой команде. Мы их все посмотрели. И вот так сразу нам стало ясно, что наш агент вышел уже на два клуба на будущее. Так присмотреться. Если, кстати, чемпионат Европы выиграла сборная Франции. Сейчас там полуфиналы проходят. Но здесь уже французы выиграли в финале Испанию. Но у нас, кстати, вот эти пары встретились на стадии полуфиналов. Кстати, Харри Волкер у нас забаговался и стал центральным защитником. В 17 лет вот Хавир Муниус остался неизменным. То есть, ну получается так, что мы прощаемся с Харри Волкером. Его действительно нет теперь. В нападении Сити он есть. Как центральный защитник под 10 номером. Вот, я не знаю, возраст даже его вроде сбросился. Вот. То есть, вот такой вот у нас теперь Харри Волкер безызвестный. Ну а Хавир Муниус, он уже капитан мадридского Реала. И вот Морес. Кстати, Морес к нам переходит. Посмотрим, получится ли у него вернуть былую форму. Но если даже так посмотреть, то и в сборной чемпионата Европы лучших 11 игроков. Харри Волкер, к сожалению, не попал. Вот. Ну и также Алексис МакАлистер перешел из Ливерпуля в Доргундскую Боруссию. Нам, наверное, это больше на руку. Потому что еще один аргентинец. В составе новой для нас команды. Вот. Ну и начинаем мы со скамейки в русском дерби против Шальки 04. Домашняя для нас игра. Выпустили в середине второго тайма. Были опасные моменты у гостевой команды. Вот получает передачу Луис Агире. Первый же момент. И зарабатывает угловой. 75-я минута подача. И получается, кстати, Боруси забить гол. Заработал угловой. Снова же напоминаю Луис Агире. Поэтому плюс один. Можно так сделать. Для аргентинца. Стандарт заработал. С него гол забили. Еще один момент. Если не ошибаюсь, там вроде бы в штангу мяч отправился. Давят. Давят гости. Проигрывая по ходу матча. И все-таки забивают на 85-й минуте. Отличная была подача. И в одно касание получилось переиграть нашего швейцарского голкипера Кобеля. Смотрим. Удар. Ну и рядом с вратарем мяч пролетел. 88-я минута. И Луан Бранд отдает хороший пас на Агире. Агире выход один на один. И удар. И гол. 88-я минута. Снова Боруси выходит по ходу этого матча. Вперед. Ну и Агире, возможно, забил действительно победный гол в этом матче. И вывел свою команду вперед. Да, так и есть. Агире приносит 3 очка в первом же матче в новой команде, в новом чемпионате. Вот как-то так. Действительно будет интересно, как будет складываться карьера лучшего бомбардира прошлого сезона чемпионата Италина. Ну, кстати, вот Эдин Терзич у нас фигурирует в левом верхнем углу. Но по факту его будем считать, что нет. Это как бы Нури Шахи. Вот. Посмотрим. Действительно интересно, стали лучшими бомбардирами прошлого сезона в чемпионате Италии. Да еще и рекорд побили по количеству забитых мячей за один сезон. Не знаю, удастся ли кому-то побить этот рекорд или нет. Но в любом случае, достижение знаковое. У нас, в принципе, все ребята, которые были в нашей карьере, добивались таких вот достижений. Ставили рекорды именно по забитым мячам за календарный год, а за регулярный чемпионат. И Хавер Мунис, если я не ошибаюсь, побил рекорд того же даже Лионеля Месси по забитым мячам в чемпионате Испании за один сезон. Вот. И Харри Волкер больше мячей забивал в чемпионшипе, нежели чем Александр Митрович. Поэтому вот, как-то так. Ну и вроде бы побил рекорд Эрлинга Холланда в английской премьер-лиге. Также по забитым мячам за один сезон. Ну вот. А у нас игра против Боруссии Мюнхен-Гладбах. Голевую передачу на себя уже успел оформить Луис Агиры. Отличная была подача. Но сейчас мы видим уже моменты, как Боруссия Мюнхен-Гладбах сравнивает счет. И снова, кстати, подача, с которой не справляются защитники Дортмундской Боруссии. И Агиры выводят желто-черных вперед. Во втором тайме уже на 58-й минуте забивает потрясающий гол. Так что у Агиры. Хорошая статистика. Это, кстати, первая игра для Агиры в старте. Показал себя на тренировках. И получил должное, доверие тренера, выпустив еще один такой матч в таком дерби двух Боруссий. Боруссия в атаке. Агиры получают мяч на фланге. Можно было бы и подать. И пошла интересная подача. И еще одна голевая передача от Луиса Агиры. Карим Адееми увеличивает преимущество гостей в этом матче. Но пока что действительно отлично вписывается Луиса Агиры в новую команду. Здесь еще замечательно уходит от защитников. Может быть увеличивает преимущество. И, конечно, еще и в ближний верхний угол, в самую девятку мяч отправляет пушечным выстрелом аргентинец Луиса Агиры. Но все шикарно, действительно. И на партнеров играет, нигде не жадничает. И партнеры доверяют новому нападающему команде, награждая вот такими шикарными передачами. Ну вот. 4-1 выездная победа за тортмундской Боруссией в этом матче. Ну, посмотрим. Пока что ход на паролла Боруссия очень хороший. Но вот, кстати, кто станет лучшим нападающим в 2024 году? Венесиус Холланд и Мунис. Вот так вот. И Харри Кейн еще добавил. То есть Мунис. Один из, действительно, номинантов на, наверное, звание лучший бомбардир 2024 года. Да, у нас, кстати, жеребьевка Лиги Чемпионов, Манчестер Сити, ПСВ и Донецкий Шахтер. Могли, мы действительно могли встретиться с Харри Волкером. У нас было вот такое вот столкновение наших героев. Это было в прошлом сезоне. Сити играл против Мадридского Реала. И вроде бы выбили мы их, да, действительно. Потому что и выиграли Лигу Чемпионов тогда с Манчестер Сити, Харри Волкер. Но из-за того, что Волкер у нас забаговался именно почему-то во втором сезоне, то не получится, скорее всего, увидеть противостояние Агиры и Волкера. Не знаю, получится ли, может быть, в третьем сезоне увидеть противостояние наших героев именно по Луису Агире и Хавьеру Мунису. Потому что Мунис уже капитанец в Мадридском Реале в столь юном действительно возрасте. Агире получил такой вот небольшой инсайт, что разговоры агент ведет. О возможном переходе аргентинца в Барселону почему бы и нет. И вот еще одна голевая передача в матче Чемпионата Германии против РБ Лейпцига. Агире отлично здесь прошел. Пас на Карима Адыеми. И 1-0. Барусия выходит вперед. Лейпцигу придется отыгрываться. Действительно было бы интересно посмотреть на того же Агире в трудновременном отрезке для Барселоны. Вот, кстати, РБ забили в концовке встречи на 92-й минуте. И забил, если я не ошибаюсь, да, Джек Грилиш, который перешел как раз из Манчестер-Сити. Наверное, его Волкер в первом сезоне вытеснил. И вот он решил во втором перейти. А в итоге и Волкер сам не понять куда делся. Вот реформа у него такая произошла. Стал он центральным защитником. В итоге Барусия теряет очки в домашнем матче против РБ. Но вот выездная игра против Хофенхайма. В четвертом туре у Агиры были моменты. Здесь обидно не получилось реализовать момент. Штангу мяч попал. И моменты-то были в Барусии. Как будто бы и контролировали даже игру. Но явного такого момента достичь не получилось. Какие-то дальние удары где-то не везло. Очередный момент у Луиса Агиры. И хорош был действительно голкипер. Команды Хофенхайм много спасал. И в итоге Хофенхайм выходит вперед. Мы увидим с вами. Раз, два и гол. Вот так вот. Орда Гюллер тоже казалось бы возможно новая легенда мадридского Реала. Ну и юная. Но в любом случае через пару лет мог окрепнуть стать легендой. А в итоге перешел в Хофенхайм. Я так понимаю это полноценный трансфер. Но поражение Барусия не может выиграть на протяжении уже двух матчей в чемпионате Германии. Но вот дебют Агиры в Лиге Чемпионов. И на первых же минутах, там девятая минута, Луис Агиры оформляет голевую передачу. Если не ошибаюсь это уже третья голевая передача аргентинца на Карима Адыеми. Вот так вот. То есть связка у этих парней отличная. Вот дебют Луиса Агиры в Лиге Чемпионов против Донецкого Шахтера. Доброизошел моменты действительно с новым мы видим. Прям как в матче с Хофенхаймом давили-давили. Но здесь слава богу получилось, что Адыеми смог реализовать свой момент в начале встречи против Донецкого Шахтера. И поэтому первая победа для Агиры в этом разыгрыше Лиги Чемпионов. Да и в принципе первая победа в карьере. Итак, в пятом туре Баруси встречается против Дармштадта в матчах Бундеслиги. На первых минутах Дармштадт опасно провел атаку. Заработали угловой, с которого-то как раз и получилось оформить гол. Еще раз смотрим подача. Удар. И здесь ужасный автогол. Пытался там мяч подработать скорее всего, но не получилось. И в итоге Баруси пропускает в домашних стенах еще и от Дармштадта. А вот Агиры имеют хороший момент. Удар и гол. 68-я минута. У Баруси получилось забить ворота Дармштадта. Один гол. Посмотрим, что будет дальше. Здесь отлично. Аккуратненько покатил. И в дальний угол получилось забить, кстати, с правой ноги. Забивает Луис Агиры. Концовка матча. Агиры. Отличная передача на Маккалистера. И можно было увеличивать преимущество в этом матче. Преимущества-то, хотя и никакого и не было. Но по игре-то действительно Баруси наигрывала на победу. Но в итоге ничья. Вот, кстати, гол записали на Циммермана. Выходит как-то так. Вот она статистика на сегодняшний выпуск. По итогу сегодняшнего выпуска у Луиса Агиры. Поэтому, друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. Также подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там выходят постоянно анонсы по поводу новых роликов, стримов. Поэтому, если вам не приходят уведомления в Ютубе, подписывайтесь на Телеграм-канал. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это тоже на встрече, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok